Воздубленные здесь сегодня. Хочу еще после утреннего литвы, после утреннего эфира еще кое-чем поделиться. Очень важным. А, я сейчас попробую. Да, здесь музыка только звенит. Да. Да. Вот так вот. Будет слышно, да? Вот, слава богу, так будет лучше. Так что, приветствую всех, кто подключается, кто подключился. Да. Да, у меня здесь как раз работа с собой. Текст литургии. Пью кофе. Да. Да. Спасибо, господь, за все. За эту поездку. Уже проводил семинары. И еще планирую провести. Я думаю, что проведу, наверное, специально онлайн именно. Потому что, когда именно провожу, трансляции провожу, но из зала, то там... Ну, во-первых, я не вижу там, что пишут здесь, да, вот, стрим сам. Или, как называется, чат, да, чат в чате. Не вижу, во-первых. Во-вторых, хочется, на самом деле, охватить семинаром больше людей. Я думаю, объявление сделаю попозже чуть. Возможно, здесь даже прямо в Ялте или Алушта. Потому что еще с отцом Лазарем, я думаю, что мы еще, наверное, что-то запишем. У него есть что сказать тоже и на тему идолопоклонства тоже. А Илья пишет здесь, вижу, да. Шалом Алейхиму, отец Сергий, да, спасибо, шалом. Да, приветствую. Да, я сегодня утренний эфир проводил там чуть, подальше чуть. Но там сейчас солнце. И очень жарко стало с утра. Наверное, по 30 градусов уже там идет, да. А здесь вот в кафешке, это бывший Макдональдс. Здесь, ну, теперь из-за того, что оккупирована территория, здесь теперь Макдональдс закрыт. Вот, ну, и по России тоже, в общем, сейчас уже, насколько я знаю, везде позакрывали. У нас тоже там открыли сейчас как-то вкусная точка или что-то еще такое. Шалом Божий вам, да, и вам Божий шалом, да. Но здесь вот только кондиционер работает, да, классно. Так что здесь прохладно и солнца нет. Спасибо, Господь, за все. Благодарю тебя за эту поездку. Сегодня как раз хочу поделиться, тоже есть словом, литургию. Мы вместе с отцом Лазарем как раз прочитывали и с матушкой Анфисой вот в эти дни. Я думаю, здесь есть некоторые замечания. Я, кстати, не узнавал еще у отца Лазаря. Тоже, наверное, есть какие-то мысли по поводу издания, нового издания, да, литургии. Мы уже издавали литургию у нас в Киеве, нашей киевской архипископии. На русском языке издавали. Вот сейчас готовим украинскую мовую издание первое. И вот на русском языке я сам здесь смотрю и редактирую. Десять разных литургий, десять разных, даже больше будет. Но десять это, это как бы вот на основе вот этой краткой литургии, да, небольших таких литургий, да, классно. И вот здесь, конечно, нет молитвы к Богородице, вот или я знаю, да, зная традиционную литургию православную, конечно, вы в курсе, да, что вот в традиционной литургии там много молитв к Богородице, к святым, здесь к ангелам. У нас есть упоминания, вот даже в их тени есть, есть, допустим, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, Святую Марию, со всеми святым повинув сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Тебе, Господи, да, классно. Не, здорово. И великую их тенью, да и вообще в их тенях, вот эти вот возгласы прекрасные. И хор поет, Господи помилуй, или Тебе, Господи. Вот, или другие варианты тоже литургийные. Господь помашь нас, допустим, вот такой вот текст есть. Вот, и сегодня в традиции православной, как раз, вспоминается Владимирская икона Божьей Матери, значит, чудо, чудеса. В частности, с ханом Ахматом произошедшая, а перед тем еще, там, с Тимуром, с Тамерланом, значит, да, и другие всевозможные, да. Илья пишет, да, я об этом знаю, на литургии много такого есть. Я за вчера, на вчера ездил в ночной электричке отправлением с Казанского. Привет, он говорил. А, да, интересно, ночная электричка, да, люблю молиться в ночных электричках. Давно, правда, не ездил уже, да, на электричке, но, значит, ну, как давно, только весной, да, вот, ездил, да. А так вот здесь, а, хотя сюда я поездным приехал, ну, да, на по, по крайней мере, вот, стулы. И вот на последних электричках ночных, да, интересно ехать молиться. Народа мало, вот, больше времени такого есть молитвенного, да, благоставляю, там, значит, людей, да. Много чудес Бог совершил тогда тоже в ночных именно поездках таких, да. Пьяные становятся трезвыми сверхъестественно, вообще, буйные становятся смиренными сверхъестественно. Вообще, там, такие чудеса происходят вообще здорово. И люди слушают Слово Божье, да, пусть там немногие, не многочисленные попутчики, как днем, но слушают Слово Божье очень хорошо, внимательнее даже, чем когда многочислено днем. Так что, да, мы, кстати, в евангелизации, в электричках проводили многожды, вот, и много-много раз, там, сотни евангелизации проводили в электричках, в электропоездах. Особенно в Киеве, там, на фастовском направлении, там, вообще, там, раздавали, там, просто тонны литературы христианской, разных конфессий, там, баптисты, писятники, харизмат, адвентисты, там, разные, лютеране, да, даже, там, помогали литературой, да, и раздавали эти трактаты, вот, евангельские трактаты, да, значит, листы с покаянием, значит, там, газеты христианские, новые заветы, детские библии, если дети, там, реагировали, там, принимали Христа, да. Еще вчера, с Божьей помощью, у нас, на нашем казанском направлении запустили новые электрички, такие же, к вам в Тулу ходят. А, ну, дай Бог, покатаюсь на новых электричках. Пока еще не видел, я новые, только вот эти, на Калугу, у нас, хорошие такие, эти, называют автобусы, да, их, автобусы, вот, мне понравились, там, буквально, там, пять вагонов, по-моему, всего, или меньше, даже, меньше, там, четыре вагона, по-моему, даже, ну, неважно, короче, четыре-пять вагонов, где-то так вот, вот, и ходят на Калугу дважды в неделю, по-моему, как раз тоже ездил, тоже там проповедовал, да, здорово, мне понравилось, вот, там, и раздавали. И интернет, и возможность есть, как раз, ноутбук подключать, здорово, да, друзья, кстати, да, помолитесь тоже, поддержите, нужен новый ноутбук, может быть, даже БУ, но чтобы рабочим состоянием был, вот, так что, да, это из таких первоочередных сейчас нужд таких, пусть Господь благоставит, и вот, сегодня перечитываю, как раз тоже текст литургии, редактирую здесь, вот, опять, снова и снова, вот, эти тексты, пересматриваю, вот, и древние тексты редактирую, уже евангельские, уже библейские, да, слава Богу, так что, да, даст Бог, издадим. А суеверий очень много, великое множество, сегодня там Артем Иверкольский, кстати, сегодня память тоже Артема Иверкольского, да, человек прожил всего там 13 лет неполных, и его убило молнией, и люди посчитали это дурным очень знаком, настолько боялись, суеверные были люди, это 16 век, да, середина 16 века, его убило, по-моему, в 1545 году, там написано было, да, и тело его оставили там где-то в лесу, где-то в поле, там, значит, непонятно где, короче, без погребания даже, и, если не ошибаюсь я, то 28 лет тело лежало, значит, без погребания, значит, на поверхности земли, и потом оно сверхъестественно не истлело, вот, значит, и люди, наоборот, то как бы проклинали, то считали это дурным очень знаком, значит, даже не погребли его, а то, значит, стали, наоборот, почитать его, поклоняться ему стали, службу написали туда-сюда вообще, это уже в конце 16-го столетия получается, да, ну это, ну да, вот, знаете, вот человеческое такое, да, человеческие такие вот эти суеверия всякие, там, получается, от ненависти и обличения до, значит, поклонения, там, один шаг вообще, буквально, да, да, Господь, прошу тебя, об отце Сергии, пришли ему новый хороший ноутбук, чтобы было удобно евангелизировать народ и проповедовать, аминь, аминь, да, ну, ноутбук не для евангелизации, а больше, ну, для учительской моей, моего служения, потому что евангелизируют я, а хотя и в сети тоже евангелизируют, кстати, тоже, кстати, вы правы, да, вы правы, потому что в сети тоже евангелизируют, но все-таки как-то мне по сердцу больше, ближе как-то евангелизация, которые лицом к лицу, Катя, люди почему-то ищут замещение Богу, да, Катя, да, вот, как раз вот, да, и я о том, и я о том, вот, переживаю, снова-снова перечитываю все это, сегодня как-то прям цепануло, знаете, вот, после утренней молитвы испрогуливался там в парке, не парке, как вот, ну, сейчас я покажу, здесь интересно, сейчас я переключусь, вот, здесь много солнца, не, ну, классно, там яхты, вот, какие-то там море, это морской порт, Ялтинский, Ялтинский порт, Ялтинский порт, там, значит, вдалеке часовня, куда прогуливался я, и вот где-то там, вот, как раз, где фонтанчик, там проводил утренний эфир, да, а здесь вот такое заведение, такое здесь, пью кофе, так что, да, лайк от Кати, да, здорово, да, слава Богу, не, вообще здорово, хорошая поездка, много новых друзей, вот, много старых, увидел друзей в эти дни, да, то есть те, которые, с кем был уже знаком, уже, с кем был знаком, дружбу возобновил с кем-то, да, с кем-то продолжил, да, и, вы знаете, действительно, да, вот, которые темы поднимаю, вот такие, реформаторские, будем так говорить, да, они актуальны очень, и не знаю, я думаю, что Бог позволит, я семинары свои вообще буду продолжать проводить, конечно, да, и здесь тоже проведу еще, даст Бог, вот, но семинары свои я пересматриваю, сейчас переписываю, вот, и редактирую, потому что все-таки акцент хочу делать еще больший, именно даже как доминанта даже, не то, что акцент, даже доминанта, чтобы было именно как раз о пробуждении духовном, о реформации, потому что этим я беременна их вообще последние эти годы вообще, вот, именно пробуждением духовным, так что прошу ваших молитв тоже об этом, да, присоединяйтесь. Господь, благодарю Тебя за эту поездку, благодарю Тебя за все, за сие служение мое, такое непростое, да, действительно уникальное какое-то, Господь, но я знаю, что без Тебя ничего не могу сделать, но с Тобою могу сделать все, с Тобою действительно, да, все могу, спасибо Тебе, Господь, благостави, благостави и эти семинары предстоящие тоже, служение, собрание, благостави всех нас, отец, и те, кто находится в суевериях, там, по поводу иконопочитания, там, мощей, там, значит, там, всевозможных вот этих, Владимирской иконы, как сегодня там почитается, да, допустим, Артемий Веркольский, вот сегодня упоминал я его, да, мальчик-подросток, убитый, отрок, как говорится, да, убитой молнией, которого просто родители и односельчане просто в таком ужасе суеверном просто тело выбросили без погребания, а потом через 28 лет, обнаружив это тело не тронутым ни зверьми, ни зверями, ни разложением, наоборот, стали почитать вообще, вот такое идолопоклонство, суть идолопоклонства действительно в замене, Господь, пусть эта замена, она просто в ничто обратится, пусть это идет в прошлое, пусть не будет этой замены дьявольской, пусть только имя Иисуса Христа высияет в сердцах миллионов наших соотечественников, Господь благостави слово Твое, пусть живое, действенное, оно живет и действует в нас, верующих, и через нас, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Да, вот, вот об этом молюсь сейчас и прошу ваших молитв тоже. И снова и снова напоминаю, что весной следующего года, даст Бог, в конце апреля, начале мая проведем собор, посвященный столетию православного обновленческого движения. Да, нашему братству, получается, да юре исполняется сто лет, вот, так что, да, благословение всем вам. Да благословить Тебя Господь и сохранить Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Да, мир Божий всем. Аллилуйя. 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 Аллилуйя